Пару слов про Intel Nuke. Как-то раз он у меня засвечивался в видосе. Если честно, история когда-нибудь я вам расскажу на миллион, потому что он у нас в результате из изи-дефекта превратился в супервисяк. Наконец-таки я его победил. Когда-нибудь я расскажу, в чем же была причина, и мы все с вами дружно посмеемся, так сказать. Это вот такая вот платка, похожая на видеокарту чем-то, но на самом деле нет. Она уже, в принципе, все финально починена. Здесь изначально шел процессор девятого поколения, ноутбучный. Сюда в результате поставили вот этот вот инженерник SRFD0. То есть человек изначально попросил его проапгрейдить, чтобы он был еще мощнее. Система охлаждения выполнена вот такой вот испарительной камеркой, небольшой. То есть охлаждение только хаба и процар, разумеется, но и зоны ВРМ. И вот такой вот кулерочек с кожухом. То есть Core i5 девятого поколения. Изначально здесь i5, соответственно, был. Плюс блочок, и все это вот в таком вот условно-компактном корпусе. Фактически это просто-напросто ноутбук с двумя слотами, отдельным блоком питания. Кстати говоря, он здесь у нас идет на сколько? На целых аж 650 ватт плюс голд. И есть вариант. Здесь отдельно плата, то есть можно установить в одну идет нюк. Собственно, здесь подписано в другую. Непосредственно дискретка. Путать их, ну, не надо. То есть хоть коннекторы похожи, но лучше их местами не перепутывать. В результате вы получаете фактически ноутбук с возможностью, точнее, ноутбучное железо с возможностью установки дискретной видеокарты, ну, которая поместится как минимум в 650 ватт. Стоит такое удовольствие на Алиэкспрессе в районе, по-моему, 35 тысяч рублей. К сожалению, опознавательных знаков здесь особо сейчас никаких не осталось, но по модели платы, вроде как что-то из этого здесь модели, вы можете загуглить и посмотреть. Отдельно в том числе эти платы продаются, кстати. Вот мы чуть не влетели на эту плату. В результате вот как бы такая вот билиберда, такая игрушка. Так, Дим, давай расскажи нам, что с этим Dell. Очередную Dell принесли, и тут какая-то прямо очаровательная история с ним. Dell побывал уже в одном и том же сервисе дважды. И, как клиент утверждает, что там прошивали BIOS. То есть после каждой прошивки нот работает какое-то время. Но, как мы видим, здесь флешка BIOS плоская, и она выпаивается исключительно феном. Либо очень тяжело, но паяльником можно поморочиться, но тогда будут видны следы от паяльника. А здесь следов нет. Соответственно, делаем вывод такой, что плата также автостартует после сброса BIOS. И, собственно, делаем вывод, что в сервисе просто скидывали аккумулятор, так как здесь нет батарейки BIOS, и все, скинули аккумулятор, произошел сброс секции RTC, и нот автостартует, и включается, и работает. Вот тестер пискнул и весело замигал огоньком. Надо будет спросить, кстати, у клиента, точнее, там клиентка вроде как, что типа им дважды уже... Да, я у него что-то спрашиваю, он говорит, что уже дважды бабки платили за это, и фактически просто нот каждый раз сбрасывали батарейку. Блин, вот хитрые жопы, но это вообще как-то не по-человечески. То есть просто приходит ноутбук в ремонт, они вместо того, чтобы разобраться, просто сбрасывают BIOS, наберут бабки, отдают, и типа, в случае чего, идите вы нахрен. Ну, блин, вообще какое-то дерьмо полнейшее. Надо будет узнать, что это за сервис. В итоге, что это такое, и работает ли оно так, как должно? Нет. Мы сюда поставили с вами в результате 9980HQ, судя по всему. То есть вот он наш. HK, точнее, прошу прощения. И фишка в том, что в момент нагрузки на все ядра, к сожалению, здесь придется либо модить BIOS, либо я уж хрен знаю. То есть он работает в бусте при сбросе нагрузки, да, вплоть там до 5 ГГц бустит, все отлично. Но, как только мы сейчас с вами посмотрим вот сюда и вот сюда, запустим, смотрите на параметры CPU, ну, мощности непосредственно. Жмем старт. Братишка, покажи мне мощность. Ну, видно было, вон, до сотки, да, он проскакивает. Что-то у нас задержка какой-то. 97 Вт. И все. И падает до 45. Соответственно, 45 у него притык, если кто не понял. Предел. Здесь, соответственно, все то же самое и с частотой получается. То есть, вот, допустим, я сбрасываю 4 ГГц, ну, там почти. Жмем на старт. 4 на секундочку держится. И сбрасывается до 2.77. То есть, здесь придется разбираться еще в биосе, во всей фигне и прочей билиберде. Потому что температура, в принципе, даже с такой частотой на 45 Вт, плюс-минус нормальная. Но без модификации биоса. Я уже сталкивался с такой фигней, но я особо не заморачивался с реализацией. Потому что в данном случае мне просто сказали, надо процесс установить. И на этом, собственно, все. Больше от меня ничего не требует. Если что, 6 тысяч рублей мы взяли за установку процесса на одной штуке. Их всего 2 было. Здесь, кстати, поставили Xeon, но мобильный. Но, к сожалению, он не выводит картинку. Он проходит инициализацию, но картинку не дает. У него есть встроенные видеоядры. Если вдруг кто-то скажет, что, Виктор, вот, это же Xeon, там нет видеоядра. Нет, в этих есть, это мобильный. Но, так или иначе, оно отличается. Скорее всего, там надо будет тоже либо мод биоса бить там с гоп-драйвером и прочей билибердой. Поэтому, опять же, меня это не просили. Меня просто просили установить. В результате, ну, с учетом того, что есть испарительная камера, температура даже в 45-ваттном страстесте, назовем это так, да, 61-62 градуса, что, в принципе, достаточно неплохо. В эту коробку встает, соответственно, видеокарта, ну, наверное, вплоть до каких-нибудь двухслотовых, там, 30-70, да, потому что у нас все-таки 650 ватт. При этом, кулерок на этом практически не вращается. Ну, понятно, сейчас потребления-то никакое. Но он полностью модульный. Ну, собственно, все. То есть, вот такая вот бандура получается. Вот так вот оно все выглядит. То есть, ну, куча USB-портов вам. Два Ethernet, HDMI-вывод, Type-C, соответственно, две штуки. Ну, либо оставляйте сюда слотом видюху еще вдобавок. В принципе, выглядит и звучит неплохо. То есть, вы получаете, фактически, ноутбучное такое железо с возможностью апгрейда видеокарты. Ну, кто бы об этом не мечтал. Но в то же время, без существенных модификаций, опять же, того биоса, да, установка каких-нибудь 9980HK, ну, теряет всякий смысл. Потому что он 45-ваттный пакет будет просто-напросто стараться влезть. И все, и вы весь потенциал, 8 ядер, 16 потоков, ну, не реализуете ни в жизни. Поэтому, не знаю. Игрушка интересная, не для всех. Как рабочая, наверное, станция такая мобильная. Потому что она, ну, вот таким вот образом весит не особо много. То есть, ну, килограмм в пределах, наверное, 4-3, наверное, даже. Так что, вот так. Ладно, слава богу, я с ним закончил. Пойдем дальше. Если честно, не могу поверить своим глазам, что специально для ремонта вот этих вот чудо-карточек, это, на секундочку, у нас 3060М. Их здесь сейчас просто притаранили сразу. Это, получается, у нас 3-4, еще где-то 2 должны быть. Пришлось собирать самую взрывную сборку, которая только могла бы быть. А именно на какой-то китайской. Но это, видимо, все хуананоподобное. Я, опять же, не совсем разбираюсь в сортах, так скажем, говна. Напишите в комментариях, это хуанан или не хуанан. Я, насколько знаю, что это все суп-суп-подсуп-бренд или типа того. И единственное адекватное, что у меня было, это ксас на 1000 ватт. Поэтому теперь это будет, видимо, новая тестовая сборка специально для вот этих мутантов. То есть, мне кажется, они просто созданы друг для друга. Потому что вот это вот часто приходит с отвалами по памяти, как правило. Либо с ужаренными GPU. Потому что хитрые китайцы частенько уже просекают тему, как я и говорил, что проще глупым лауаем, так скажем, загонять всевозможный непотребный мусор, который они обратно вернуть не могут. И в результате приходится сейчас реально эти карты воскрешать из мертвых просто-напросто. То есть, нареболить GPU. Потом начинается, что касса GPU подбит. И уже, кстати говоря, как раз у Максима была такая карточка, где после просто подъема GPU, GPU сдох. Но там он был в настолько печальном состоянии, что, ну, во-первых, ужаренный, во-вторых, колотый и, соответственно, с плавающим дефектом. Ну, там все это, как говорится, было разрешено с клиентом. Но сам факт, что просто, ребята, будьте бдительны и аккуратны. Если вы берете партиями вот этих вот мобильных мутантов, реально проверяйте, что там вообще внутри. Потому что эти карточки приходят из рук вон в хреновом состоянии. И самое главное, что вот эти вот ранние версии, судя по всему, они, допустим, вот конкретно почему я начал отсобирать, они работают только на X79. То есть, вот их фишка, что в обычной матери они ни хрена не работают. И специально под них, считай, под эти вот, чтобы продиагностировать хотя бы пришлось сейчас собирать новый стенд. Ну, вот такой вот. Тем временем день наш рабочий уже подходит к концу. Как раз таки Дима сейчас закрывает там на кассе смену. Вот, в следующем видеоролике, так сказать, поговорим о том, как мы купили, сколько там их, 13, что ли? Ну, почти 200 килограммов материнских плат. Они есть еще все живые и рабочие. Я уже все окончательно перепрофилируюсь, так скажем, в барыгу. Вот, посмотрим, что из этого всего опять же будет, выйдет. Потому что моники, как ни странно, в принципе, практически все раскупили. То есть здесь, ну, всевозможные БУ-монки, которые с либо минимальным вмешательством, либо даже без вмешательства. Ну, то есть все то же самое, как и с мониторами. Да вот, разберем их, посмотрим. А то я в телегу уже выкинул все названия моделей и прочую билиберду. Цены будут, к сожалению, потом. Потому что, ну, их реально здесь 200 штук. И, соответственно, ну, как бы это все надо разобрать. Ладно, пойдем мы домой. На этом все. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok